всем привет сегодняшнее видео у меня о покупках для дома преимущественно конечно для кухни и начать хочу с посуды первое что я купила это вот такая вот китайская на самом деле форма для выпечки то есть соответственно бренд германский возможно изначально но сделано все в китае это такая из углеродистой стали форма для выпечки она высотой 7 сантиметров толщина стенки 04 то есть в принципе очень-очень тоненькая и когда я взяла коробку прям мне показалось что слишком легкая и действительно сама форма просто наилегчайшая вот по моему даже легче чем обычная какая-то кастрюля вот она и стальная как вот даже от эмалированные есть тарелки вот она наподобие такой только вот вместо видимо эмали здесь вот вот какое-то такое покрытие которое якобы антипригарное такое мраморное но красивая вообще вот кажется что она как будто бы каменная поэтому хочется как бы вот представлять что она тяжелая на самом деле она очень очень легкая она высокая как я сказал 7 сантиметров и я планирую в ней соответственно печь какие-то кексы есть какой-то процент отзывов в интернете что форма пригорает но большинство отзывов самые-самые положительные что все хорошо что ничего не пригорает если соответственно не портить не повредить вот это вот покрыть следующее что я купила эта фирма надоба или надоба я не знаю как это ударение или нет это чешский бренд который появился относительно недавно но который делает посуду вроде как из хирургической стали поэтому у нее хорошие отзывы это чешский бренд 10 лет гарантии здесь указано что это чехия этого бренда несколько серий я выбрала именно вот такую вот серию дона в посуде есть встроенный дуршлаг и соответственно выглядит само оформлением такое вот такое как современное сейчас все такое угловатая квадратная и один из отрицательных отзывов гласил что оторвалась через какое-то время использования просто оторвалась от самой посуды вот это вот ручка то есть типа плохое соединение также здесь указано что для всех видов плит подходит я всегда пристально смотрю потому что у меня индукция и некоторые виды посуды не подходят то есть это подходит для всего даже тут указано что можно быть посудомоечной машине то есть здесь нет каких-то дополнительных покрытий которые могут испортиться в посудомойке диаметр ковша 16 сантиметров и это 16 литров сзади красивая рекламная коробка со всеми достоинствами и указано что сделано из высококачественной нержавеющей стали 18 на 10 трехслойное капсульное дно встроенный душлаг на крышке носики на корпусе не нагревающиеся ручки с силиконовым покрытием отсутствие заклепок и маркировка литража внутри ковша дайте 10 лет и нельзя использовать в духовке и микроволновке по сравнению с формой для выпечки которая стоит около 500 рублей и относится к классу недорогой посуды эта посуда уже стоит несколько тысяч и уже достаточно дорогая ценовая категория у этой посуды она сделана якобы в чехе внутри коробки инструкции по эксплуатации из качественной глянцевой бумаги на нескольких языках и сам ковш он очень тяжелый силиконовая ручка очень приятно это тоже рекламка висит то что это серия дона в крышке идет встроенный душлаг вот он не знаю насколько удобно будет пользоваться но вот здесь вот на самой кастрюльке идет слив от и отверстие для слива и вот как раз сюда память помещается этот душлаг и можно вот так вот сливать для удобства но очень конечно тяжелый ковш носики для слива с двух сторон внутри идет очень небольшая такая шкала 0 5 и литр и на самой ручке внутри такая же силиконовая вставка как на ручке от ковша следующая покупка это polaris ковш модера он идет 1 9 литров все как положено упаковано чтобы ничего не испортилось и не побилось на стеклянной крышке специальные резиновые уплотнители очень удобно ручки сделаны из бакелита внутри ковш покрыт антипригарным тефлоновым покрытием сам ковш сделан из алюминия и из-за того что покрытие антипригарные ковш нельзя мыть в посудомоечной машине ну как обычно всякие рекламные буклеты на коробке идет описание дно 5 миллиметров но ковш достаточно тяжелый вот именно из-за того что такое дно утолщенное крышка из термостойкого стекла силиконовый ободок и и соответственно нельзя все это мыть металлическими губками также указано что литой алюминий внутренние трехслойное антипригарное покрытие эргономичная ручка следующая покупка была в хофе это огромная кастрюля 6 литровая в такой вот огромной коробке внутри все без изысков просто кастрюля полиэтилене и крышка кастрюля большая ну и соответственно тяжелая за счет того что все таки шестилитровая так это обычная нержавеющая сталь у кастрюли интересные вот такие вот ручки с такими выемками на самом деле ее удобно за эти ручки поднимать то есть под палец такие крепления но так как они железные они нагреваются легко и соответственно все остальное в кастрюлю как обычно и это кастрюли естественно подходит для в м-видео я купила кухонные принадлежности если искать на сайте то это в рубрике кухонная утварь вот в таком вот виде то есть без таких каких-то красивых подарочных упаковок поэтому если я думаю покупать такое на подарок то ну может быть не очень презентабельно что ли ручки анатомической формы это фирма rondel это немецкий бренд но производится это все в китае здесь вот петелька достаточно удобно ручка нержавеющая сталь и функциональной части это силикон максимальная температура нагрева 230 градусов сама лопаточка мягкая и утварь кухонную принадлежность всевозможные делают специально из такого мягкого силикона чтобы не покорябить всевозможные покрытия на посуде и 2 это вот шумовка такая большая плоская ложка с множеством отверстий тоже ложечка такая мягкая из мягкого силикона в длину сама лопаточка чуть больше 32 сантиметров вот такая вот интересная мельничка для специй виде мальчика я уже покупала такую только в виде девочки на коробке написано как она разбирается очень удобно ставить эту мельничку на стол и не бояться что специи выспится что-то испортит потому что здесь есть крышка на дне здесь вот это вот нижняя юбочка снимается и туда насыпаются специи вот к своей девочке я докупила такого мальчика вот так вот выглядят они вместе девочка и мальчик отличаются они только размером вот этой емкости для специй то есть у девочки вот эта юбочка больше у мальчика это емкость поменьше и вот это вот донышко у мальчика у него вот если такое вот такое крепление чтобы удобнее было снимать донышку девочки такого нет по всем остальном все одинаково из покупок для дома вернее для кухни хочу показать вот такую вот ложку дуршлаг это фирма джозеф энд джозеф произведено это все в китае это такая очень интересная ложка здесь вот нарисовано как ее можно использовать чтобы специи грубо говоря не валялись по всей кастрюле и потом их можно было бы аккуратненько убрать то есть это аналог в марле или какого-то ситечка то есть все это аккуратненько помещается и убирается вкус и запах остается в блюде и также в суп какие-то другие специи вот эти специи я вот вижу что это очень хорошо для приготовления глинтвейна то есть вот именно эти специи у меня есть в смеси для приготовления этого очень вкусного напитка из вина и фруктов и соответственно все время нужно процеживать чтобы вот это не попадала в бокал в ложечке удобно все сделано здесь защелка она сделана из приятного такого не мягкого но матового пластика вот сюда также можно поместить специи вот в эти дырочки и это все также поместить в кастрюлю только уже именно ручкой здесь на обратной стороне нарисовано что можно использовать и душу очную часть и вот эту вот заднюю с дырочками здесь написано что это ложка для варки трав и специй на сайте она и шла как ложка дуршлаг купил я ее на сайте им видео материал нейлом произведено это все в китае дата производства смотрите восемнадцатый год хотя купила я в двадцатом вот такая вот для хозяйства щетка в виде утюжка такого достаточно удобного размера и удобной формы цвета абсолютно разные фирмы производящие такие утюжки тоже совершенно разные это вот фирма мексиканская щетина очень жесткая очень упруга и соответственно очень хорошо будет чистить щетка самая что на есть простая удобная в хозяйстве и в разных магазинах есть такие щетки совершенно разных фирм шторка в ванную итальянская фирма бакетто она высотой 2 метра а длина на 240 произведена она в италии здесь очень хорошо запаяно не просто заклеена а именно запаяно все нельзя открыть и посмотреть как магазинах иногда смотрят обратно запаковывать эту штурку так сделать нельзя здесь если его откроешь покажешь посмотришь то уже видно будет сделана она из стопроцентного полиэстера она как ткань ее можно стирать причем стирать ее можно в машинке здесь очень хорошо обработан вверх для колец в середине лежат такие вот кольца обычно бывает 10-12 это вот 16 колечек и вниз внутри тоже хорошо обработан и внутри утяжелитель то есть вот внутри такие вот какие-то мелкие такие плотные вставки из чего-то как называть утяжелитель здесь написано чей дизайн и немного о покупках и за шана шан запустил в очень большом количестве серию различных вещей не только продуктов но именно вещей собственной торговой марки ашан и я купила коврики в ванную и занавеску для душа я очень тщательно выбирала какой именно занавеску для ванной купить они хоть одного размера висят 180 на 200 но сама ткань на всех абсолютно занавесках разная начиная от самой простой клеенки и заканчивая вот такой вот очень хороший плотный полиэстерной ткани произведено это все в китае для компании ашан стопроцентный полиэстер это можно стирать ткань как будто бы чем-то пропитаны по крайней мере с нее скатываются капельки я уже тут попробую побрызгала колец в составе в комплекте нет но здесь есть внутри кромка отделана достаточно хорошо здесь вот дырочки для колечек и отделаны они пластмассы также я купила вот такие вот три коврика в ванну они были совершенно разных цветов и они разной толщины вот самая толстая это были белые коврики черные но черный коврик как тут я не хочу никуда стелить два менее плотных это бежевый и вот такой вот приятный грязно-серо-голубой это стопроцентный полиэстер а низ коврика стопроцентный латекс такой же низ у коврика был у икеевского он со временем отрезкается размер коврика 49 на 80 произведено в индии и также есть разница в обработке краев у ковриков которые потоньше будто бы это оверлок или обметка в цвету белого же коврика края обработаны лентой я надеюсь что мое видео было вам полезным и всем пока пока до новых встреч